нам осталось совсем немного мы уже добрались до того что игрок выбирает пещеру и сейчас самое интересное мы сделаем так что у нас случайным образом будет выбираться пещера и мы будем выводить результат опять же аналогично тому как мы это делали уже дважды когда создавали функцию для вывода стартовой странички для выбора пещеры мы создадим еще одну функцию которая будет выводить страничку кейв когда мы попали уже в пещеру но эта страничка будет с параметром и там будет использоваться еще вызываться та функция которая у нас есть в основном алгоритме выбора пещеры определение где у нас дружелюбный дракон где злобный и мы научимся также работать с параметром вот темплейте потому что темплейт тоже будет с параметром но поехали итак добавляем новые строчки до строки с вызовом ран и либо делаем копипаст либо набираем по тому коду которую сейчас увидите на экране сначала функцию кейв вот так она у нас выглядит здесь на одну строчку больше если предыдущих у нас вот сразу ритон или и ритон здесь у нас еще одна строчка с вызовом функции чек кейв той самой функции которая у нас осталась от предыдущей версии так что мы не зря сохраняли файл хотя возможно кому-то кажется что мы делаем все с нуля и так здесь у нас url помимо того что указано кейв еще в угловых скобках задан параметр кейв то есть та пещера то это циферка 1 или 2 и сама функция тоже имеет параметр кейв которая будет получаться как раз таки исходя из того на какую ссылку пользователь нажмет все как это внутри работает нам вообще не важно потому что для этого у нас используется модуль bottle он отвечает за все те вещи которые мы сейчас вытворяем именно поэтому очень удобно использовать модули хотя если без модуля то пришлось бы очень долго и много чего еще делать и объяснять далее у нас используется дополнительная специальная переменная в которой мы возвращаем значение но если кто-то внимательно следил у нас функция check кейв никаких значений не возвращает у нас возвращала значение функция выбора пещеры вот немножечко здесь у нас код преобразился и немножечко логика по-другому выглядит хотя почти все то же самое и template как я говорила тоже смотрите по сравнению с предыдущими вариантами у нас есть еще запятая и передача параметра вот таким вот образом сейчас не буду объяснять почему именно так кто набирает код набираете внимательно кто сделал копипаст радуйтесь что у вас все будет замечательно работать у нас к сожалению не так много времени чтобы делать все детально и подробно объяснять и так создаем сейчас что правильно создаем новый файл для темплейта и темплейт нас угадайте как называется правильно кейв . tpl здесь ничего не меняется в имени файла немножечко будет выглядеть по-другому код хотя тоже ничего сверхъестественного здесь не будет кормить выглядеть вот так и вот этот параметр вич кейв смотрите он у нас попадает первую строчку в заголовок второго уровня и взят двойные фигурные скобки вот таким вот образом template получает параметр мы его не указываем ни в коем случае ни в каком имени файла а прямо код вставляем вот это вот имя переменной должно совпадать с тем именем которое у нас вот здесь вот указано и как мы говорили мы совместили некоторые вещи у нас здесь задается вопрос играем еще раз и варианты ответов да или нет если игрок отвечает да то мы переходим на страницу которые у нас уже есть и я сделала вот здесь вот даже немножечко ошиблась я стрелочку вывела сюда экспериментировала потом с кодом мне показалось что лучше не на стартовую страницу возвращаться а выходить вот сюда на выбор пещеры если на стартовую то здесь будет вот так без шуз но выбирайте сами решайте сами как вам больше нравится ну а если мы не хотим играть дальше то у нас будет еще одна страница финальная конца игры и мы ее сделаем уже следующей части но сейчас конечно хочется протестировать как все это у нас работает и смотрите но протестировать еще рано торопимся да нам нужно немножечко преобразовать функцию check кейф здесь надо сделать буквально несколько простых вещей там где мы проверяем какая нам попалась пещера нам необходимо формировать возвращаемое значение и писать там соответствующий текст вы попали к такому дракону либо к другому дракону да то есть вот этот вот текст который у нас выводился до этого в консоль мы его даже оставим будет интересно посмотреть что остановится что остается в консоли но вот сюда мы добавим следующую строчку я тоже сделаю кофе паст я даже сделала немножко более развернутый такой текст чтобы было интереснее играть вот такой вот длинные хотя можно было оставить и вот такой коротенький вот у нас переменная вещь кейф которая будет содержать вот такое значение в том случае если мы попали к дружелюбному дракону и аналогично нам нужно сделать во втором случае когда у нас дракон злобный еще раз повторю вот эти две строчки принты потом можно закомментировать но можно оставить и посмотреть в консоли мы добавили формирование переменной но она у нас пока никак не используется поэтому мы да вот этой вот закрывающий как бы скобочки нашей функции с одним отступом смотрите внимательно добавим еще строчку ретон тут я уже напишу вручную чтобы показать что я тоже умею писать шучу и мы возвращаем значение переменной вот этой вот мечкой но кто не может написать эта строчка тоже у вас есть на странице сайта можете сделать копипаст и вот теперь можно тестировать и сейчас я вижу что я не остановила процесс но ничего страшного можно нажать на эту кнопочку смотрите это будет заново запуск сначала программа остановится а потом выполнится нажимаем еще раз и вот stop and rerun перезапуск вот у нас перезапустилась и сейчас я открою окошечко браузера покажу вам как быстрее делать вот я вернулась назад обновляю страничку нажимаю да нажимаю 1 и вот пожалуйста у нас оказался вкусный обед я хочу еще раз сыграть нажимаю да и вот возвращаюсь опять это работает потому что эта страничка у нас есть и вот теперь у меня хороший дракон появился но если я нажму нет то мне говорят что нет такой страничке и это мы быстренько ликвидируем следующей части нашего цикла уроков в мастер-классе ну а пока проверьте как у вас все работает